Окружение формирует личность человека или человек выбирает круг общения, отталкиваясь от заложенных в нем изначально черт характера. Здесь есть две очевидных точки зрения. Первое. Таланты и характер заложены в человеке с рождения. Выбирая людей, он стремится восполнить недостающие навыки, либо найти поддержку. Второе. Сознание и поступки людей напрямую зависят от их окружения. Под его влиянием может меняться личность человека, его предпочтения и свойства характера. Некоторые считают, что человек не сможет измениться в лучшую сторону, если окружающие люди его не поддерживают, а наоборот порицают и высмеивают. Попробуем проанализировать разные ситуации и выяснить, насколько друзья, родственники, коллеги и даже соседи влияют на ваше сознание и поведение. Иначе говоря, рассмотрим, насколько сильное влияние окружения на личность человека. Попытка встать с колен. Итак, представьте себе человека. Это может быть женщина или мужчина, который считает каждую копейку, отказывает себе в дорогих покупках и постоянно занимает деньги у соседей. Но приходит день, когда такой человек решает кардинально изменить свой уровень и образ жизни, забыв про старые привычки навсегда. Он увлекается своим внутренним миром, начинает читать литературу, в которой ищет полезные рекомендации, учится смотреть на мир позитивно, ища во всех происходящих событиях только положительные стороны. В общем, решает построить жизнь не по привычным канонам, а по своим внутренним предпочтениям. А теперь представьте, что такой человек каждый вечер вынужден встречаться с людьми, подрывающими его решительность. Они готовы высмеять его взгляды, желание измениться и начать жить на качественно новом уровне. Приобретенная уверенность, которая еще не была подкреплена реальными достижениями, к сожалению, уступит место сомнениям, страхам и опасениям, и человек, скорее всего, быстро вернется к прежнему образу и стилю жизни. Опускаясь на колени, получается, что влияние окружения на личность очевидно. Кто же действительно может повлиять на сознание человека? Это могут быть его самые близкие друзья, родители, коллеги, родственники, соседи, даже случайные прохожие. Наше окружение достаточно велико, и каждый человек оказывает воздействие на намерения и поступки. Разве может себе позволить один человек не обращать внимания на цели и игнорировать оценки со стороны окружающей среды? Даже если люди и осознают, что мнения и взгляды среды дикие и жестокие, а влияние окружения на личность разрушительно, часто со временем соглашаются с ними. Проанализируйте свое окружение, задав 8 вопросов себе. Среда оказывает огромное влияние на развитие, мысли и убеждения каждого из нас. Но люди имеют право на гармоничное развитие и свой собственный личностный рост. Если вы не удовлетворены жизнью, попробуйте провести небольшой эксперимент. Ответьте на 8 вопросов, чтобы оценить влияние окружения на вашу жизнь. Какие люди окружают вас каждый день? На что окружающие готовы пойти, чтобы вы стали намного лучше и счастливее? Насколько общение с ними полезно и приносит ли оно вам удовольствие? Как только вы найдете ответы на все вопросы, постарайтесь оценить количество времени, проведенные с каждым другом, членом семьи, коллегой. Оказывает ли такое общение положительное воздействие на развитие вашей личности? Если вы не можете ответить и однозначно оценить влияние вашего окружения на вас, то попробуйте подумать на следующими вопросами. Что близкие люди посоветовали вам посмотреть, прочесть или послушать? Какие места они посоветовали посетить? На какие мысли наводят общение с ними? Какие эмоции и чувства они вызывают? И еще один. Помогает ли окружающие вас люди развиваться и расти в выбранном вами направлении? Ответы на эти вопросы позволяют провести небольшой анализ собственной жизни и с другой стороны посмотреть на влияние ближайшего окружения. Если вы стоите на месте и никто не может вам помочь, а тем более поддержать, то ответ очевиден. Задумайтесь над расширением или вовсе сменой круга общения, так как влияние ближайшего окружения на сегодняшний день разрушает вашу личность. Люди, которые вызывают у своих знакомых или близких чувство страха, апатию или раздражение, называются токсичный. Может быть вы замечали, как после безобидного разговора с таким человеком у вас начинает болеть голова, портится настроение? Если да, то смело рвите с ними всевозможные контакты. Лучше одному проводить свободное время, чем тратить его на негативные, разрушающие разговоры. Общаясь с такими людьми, вы крадете время у себя самого. В этом случае лучше сразу сказать, таким друзьям или коллегам нет, чем общаться с ними, стараясь всегда оставаться вежливыми и внимательными персонами, тратя свою энергию и ресурсы на них. Не стоит недооценивать влияние социального окружения на ваше развитие. К сожалению, после проведенного анализа может оказаться, что более половины всех ваших родственников, знакомых, коллег или друзей – токсичные люди. Значит, пришло время расширить свой круг общения, уделив большое внимание тем людям, которые вдохновляют или мотивируют вас. Попробуйте познакомиться с новыми людьми, цели, стремления и желания которых будут совпадать с вашими. Они смогут помочь вам начать новую жизнь, полную приятных событий и долгожданных побед. Влияние социального окружения на вашу жизнь слишком велико, чтобы подходить к выбору круга общения необдуманно. В заключение стоит отметить, что нельзя ассоциировать настоящих друзей с людьми, у которых много денег или с которыми вы проводите время на выходных. Обращайте внимание на цели и на жизненную позицию человека. Среди людей много интересных, целеустремленных личностей, способных поддержать вас в сложной ситуации, а среди даже статусных знакомых может так и не появиться ни одного человека, который не отвернется от вас при возникновении у вас проблемы. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Расскажите, была ли у вас такая ситуация, когда вы понимали, насколько влияет ваше окружение и расскажите, какие решения вы при этом принимали. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписались. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поставьте лайк этому выпуску и поделитесь этим мнением со своими близкими. Всем до новых встреч, друзья! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok